Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Вызовы времени. В Бобруйске прошла 42-я очередная сессия Горсовета депутатов. Фундаментальный документ, который предполагает развитие города во всех направлениях. Какие решения приняли? Без тормозов около Сычкова пьяный лихач устроил погоню. Соответствует 2,6 промилле. Это очень большая доза. Чем все закончилось? Груз ответственности. Белорусские таможенники отмечают профессиональный праздник. Упорство в работе, внимательность, естественно, честность и справедливость. Что уходит на экспорт? А также национальная безопасность, выгодные кредиты и белое золото. В стране планируют собрать 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Никаких фейков. Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Совбеза. На повестке обновленная концепция национальной безопасности. В списке стратегических интересов, историческая память и конституционная категория народ. Среди новых социальная ответственность граждан, развитие атомной энергетики и защита персональных данных. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все от журналиста до президента. Война войной. Информационная война это очень опасно в современном мире. Начиная опять же от газеты, районки и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать. Скажу откровенно, администрация президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что госсекретарем к этому должен быть подключен. Это будет хорошая опора для наших определенных действий в СМИ. Но хочу вас уберечь от всяких фейков. Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Нам надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Обсудили также ситуацию на южной границе. Президент поручился в Безу, Минобороны и всем силовым органам дать оценку с учетом извлеченного опыта с момента начала военной операции России. Это направление, на котором надо сохранять бдительность. Планы превратить Беларусь в некое подобие нынешней Украины не скрываются, но сбыться им не суждено. Молодежная политика, дополнительные дошкольные образования. В Бабруйске прошла 42-я очередная сессия городского совета депутатов. В актовом зале 35-й школы представители власти, руководство учебных заведений и педагоги. На повестке дня выполнение программы образования и молодежная политика на 2021-2025-е. Поддержка одаренных учащихся, инновационные проекты, воспитание подрастающего поколения, дошкольное и дополнительное образование. Депутатов интересовали многие вопросы – оздоровление детей, поступление выпускников, благоустройство учебных заведений, возможность бесплатного проезда в общественном транспорте на протяжении летних каникул и закрепление молодых специалистов в школах. Второй вопрос – утверждение стратегии устойчивого развития до 2035-го. Такой фундаментальный документ, который предполагает развитие города во всех направлениях. Это и социальная сфера, это и экономика, это и энергетика города Бобруйска. Поэтому, конечно же, этот вопрос имеет очень важное значение. Погласили руководителей учреждений образования для того, чтобы вместе с ними обсудить те проблемы, которые есть в системе образования. Депутаты ознакомились также с работой 84-го детского сада. Посмотрели медицинскую базу, пищеблоки и учебные классы. Обсудили вопросы воспитания. Главная задача – создать комфортные условия развития. Как в сценарии боевика, в Бобруйском районе пьяный лихач устроил погоню. Неподалеку от Сычкова наряд ДПС обратил внимание на Мерседес, который вилял из сторон и в сторону. Инспекторы подали требования об остановке. Водитель притормозил, а после нажал на педаль газа и попытался скрыться. Через несколько сотен метров автомобиль вылетел в кювет. Нарушителем оказался 40-летний местный житель. Водитель не пострадал. При доставлении в наркологический диспансер у водителя было установлено сильная степень алкогольного опьянения. 1,3 выдыхаемого на приборе аппарате. Это соответствует 2,6 промилле. Это очень большая доза. Лихачок грозит штраф в 6400 рублей и лишение прав на 5 лет. За 8 месяцев этого года в Бобруйском районе по вине нетрезвых водителей произошло 3 аварии. Медицинский туризм, антарктическая экспедиция и первая помощь в Беларуси пройдет Единый день безопасности, чему посвятят тренинги. Громкие сголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси планируют собрать 5 миллионов тонн сахарной свеклы. На полях уже не один день кипит работа. Собрано около полумиллиона тонн корнеплодов. Кроме того, в хозяйствах страны выкопано почти треть картофеля. Урожайность 326 центеров с гектара, что выше прошлогодних показателей. Граждане Литвы, Латвии и Польши приезжают в Беларусь ради медицинских услуг и отдыха в санаториях. Главные преимущества – цена и качество, а также отношения персонала, которые отмечают туристы. Будние лечения, выходные, культурная программа. К слову, более 240 тысяч иностранцев посетили нашу страну по безвизу. Беларусьбанк снижает ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость. До 19,5% годовых для клиентов, которые оформили договор на покупку или строительство жилья с июня по август. Такие условия начнут действовать с 26 сентября. В стране 22 сентября пройдет Единый день безопасности. В рамках акции проведут обучающие тренинги для предупреждения ЧАЭС, правонарушений и преступлений. Также детей и взрослых научат оказывать первую помощь и вести себя в различных опасных ситуациях. Запланированные тренировки пожарных дружин. Белорусская антарктическая экспедиция станет круглогодичной. Поддержку оказывают российские коллеги, как научную, так и материальную. Ранее группы отправлялись на исследования только в теплый сезон. Последний выезд длился 185 дней. Сейчас на базе работает подогреваемый водопровод и новая дизель-электростанция. Есть Wi-Fi. На страже экономических интересов государства белорусские таможенники отмечают профессиональный праздник. Только через Бобруйский пост ежедневно проходит 200 партий товаров, как на импорт, так и на экспорт. Оформляют поставки со всей республики. О нюансах непростой работы Татьяна Горбач. В таможне случайных людей нет. В этом убеждена Инна Корпеченко. Молодой специалист на службе всего три месяца. Ее обязанности – проведение досмотров и оформление грузов. Свой первый профессиональный праздник проводит на рабочем месте. Мне всегда нравилась государственная служба. При поступлении выбрала таможенную службу Республики Беларусь. Осталась довольна. Работа нравится, работа ответственная. Большим таким бонусом является форма. Форма является отличительным знаком таможенных служб всех государств мира. А форма белорусских таможенников – она красивая. Она подходит как мужчинам, так и женщинам. С октября 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Грузы едут со всей республики. Благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами белорусской таможни. Профессию таможенника нельзя назвать простой. Большое количество поступающей информации, большое количество подающихся деклараций на товары требует от таможенника таких качеств, как трудолюбие, упорство в работе, внимательность, естественно, честность и справедливость. Больше трети организации области помещают товары под таможенные процедуры именно на Бобруйском посту. Отсюда на экспорт уходит древесина, сельхозтехника, шины, косметика и продукты. Только в этом году здесь оформили 18,5 тысяч партий. Работник службы – универсальный солдат. Он должен в совершенстве знать нормативно-правовую базу, уметь общаться с людьми и отлично разбираться в психологии. А каждый клиент обязан понимать – таможня дает добро, только если все законно. В работе таможенной службы сбоев и задержек не бывает. Нет и очередей. Максимальное сокращение формальности и создание безбарьерной среды – главные цели, которые ставит перед собой Бобруйский пост. К слову, 60% экспорта оформляется всего за 5 минут. На импорт уходит около часа. Для качественной и оперативной проверки грузов используют современное оборудование. Акцент на дальнейшее развитие автоматизации. Татьяна Горбач, Вячеслав Грачев, Бобруйск-360. Градус повышается. В социальных объектах Бобруйска начали включать отопление. Соответствующее распоряжение подписал председатель горисполкома. Первые в списке – детские сады, школы, больницы, поликлиники, музеи, государственные архивы и библиотеки. Чуть позже горячими батареи станут и в жилфонде. К осенне-зимнему периоду готовы 1128 многоквартирных домов. 777 из них с центральным отоплением. Организованы работы аварийно-диспетчерских служб во время запуска. Будем работать 24 на 7, чтобы в течение 10 суток после запуска отопления снять все вопросы. Плотно работали с представителями Бобруйск-энергогазнадзора, с тепловыми сетями, с Бобруйской теплонаркетикой. Перед наступлением холодов специалисты выполнили все необходимые работы. Отремонтировали крыши, заделали стыки стеновых панелей, провели гидравлические испытания и остеклили подъезды. Согревать город будут 19 котельных. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok